Мы свяжемся, Лев Шлотберг у нас на прямой связи. Лев, здравствуйте. Вадим, здравствуйте. Ну, давайте с Валдайской речью Владимира Путина. Накануне Дмитрий Песков анонсировал, что речь эту будут изучать, конспектировать. Вообще она станет исторической и лучшей речью за последний чуть ли не год или даже десятилетие. В общем, я лично ничего нового там не услышал. Может быть, я ошибаюсь. Но Белый дом подтвердил, что они тоже ничего нового не услышали. И, в общем, все старые нарративы были озвучены. Что услышали вы? Какое у вас впечатление об этой речи? Вадим, я должен признаться в очередной раз, что я не слушаю Путина. Я читаю текст после того, как он выступит. Жить по расписанию Путина я не могу. Ничего нового. Путин продолжает говорить об одном и том же, о том, что у него засело в голове. И я абсолютно уверен в том, что до последнего дня своей жизни он будет говорить то же самое, что он говорил раньше и говорит сейчас. Очевидно, он видит и понимает, что большая часть мира не соглашается с его точки зрения, его позицией и его действиями. И у него, очевидно, есть внутренняя надежда, что если он что-то раньше не высказал, то очередным новым развернутым высказыванием он восполнит какие-то изъяны, недоговоренности предшествующих выступлений. По сути дела, Путин говорит все то же самое. То, что он написал в статье об историческом единстве русских и украинцев, это роковая статья для развития отношений между Россией и Украиной. Она вышла 12 июля прошлого года на сайте Кремля. И там концепт восприятия Путина в Украине был изложен абсолютно полно и ясно. Затем было несколько выступлений Путина, выступления при начале спецоперации утром 24 февраля. Перед этим было немного странное, игривое, я бы сказал, заигрывание выступления перед членами Совета Безопасности 21 февраля за три дня до начала военных действий. Затем выступление Путина при объявлении мобилизации 21 сентября. И в каждом из этих выступлений, в том числе это важно понимать, выступления при объявлении военной операции, выступления при объявлении мобилизации, Путин счел необходимым высказываться на историко-политические темы. То есть фактически выступать не с прикладными военными, а с политико-историческими оценками. У Путина есть особенность. У него, в его восприятии существует крайне своеобразное чувство справедливости. Это чувство справедливости приводит ко всем его ключевым решениям. Если он считает, что границы, по которым распался Советский Союз, административные границы союзных республик, ставшие государственными границами, несправедливы, для него не существует этих границ. То есть то, что для человека 21 века является аксиомой, неприкосновенность государственных границ, незыблемость государственных решений, для Путина аксиомой не является. Если, по его мнению, украинский Крым это несправедливо, он будет переписывать историю, будет перечерчивать карту мира для того, чтобы в его понимании справедливость восторжествовала. Он одержимый. Путин – это одержимый человек. Он не связан никакими историческими условностями. Он в России защищен. Российское законодательство не позволяет его привлечь к ответственности ни за что. Согласно российским законам президент Российской Федерации не может быть привлечен ни к уголовной, ни административной ответственности за действия, совершенные при исполнении обязанностей президента Российской Федерации. Все. Никакие другие нормы права его не интересуют. Что касается суда истории, Путин же, по сути, человек с большевистской психологией. Помните выступление Фиделя Кастро после провалившегося восстания на острове Куба? Чем он закончил свое выступление в суде? История меня оправдает. То есть Кастро сказал, по сути, да, я революционер, я бандит. Я хотел захватить, узурпировать власть. Но история меня оправдает. Вот Путин вслед за Кастро может повторить, история меня оправдает. Он, собственно говоря, об этом и говорит. На мой взгляд, выступление было специально. Точнее, скажу иначе. Дискуссионный клуб «Валдай» был использован для того, чтобы Путин выступил именно с этой речью. Это четвертое развернутое высказывание Путина на тему Украины. И третье в режиме видеоформата. То есть если статья 12 июля была только текстом, то выступление при начале военной операции было выступлением по видео. И точно так же выступление при объявлении мобилизации также было в формате видео. Очевидно, сочли, что видеоформаты лучше воспринимаются. Это на самом деле так. Вот я люблю читать тексты. Я так быстрее вижу, что хотел сказать автор. А, как известно, главным из всех искусств для нас является кино. Как говорил Владимир Ильич Ульянов. Там полностью фраза звучит, что главным для нас искусством является кино и цирк. Про цирк как-то забыли со слезами на глазах, а про кино запомнили. Поэтому видеоформат, когда у людей есть возможность видеть выступающего, он, очевидно, является для Путина привлекательным. Я могу только предложить тем, у кого есть время, сделать незамысловатую, но, на мой взгляд, с точки зрения исследовательской, интересную работу. Взять четыре текста. 12 июля статья об историческом единстве двух народов. Он же постоянно повторяет. Это один народ. Несправедливость в том, что границы разделили один народ. То есть украинцы это русские, русские это украинцы. Вообще нужно сказать, что такое высказывание чрезвычайно, чрезвычайно рискованно. У него же спросил собеседник. Так это означает то, что идет гражданская война? Отчасти да сказал. По сути, да. То есть он подтвердил. То есть он столько играл с этим понятием, что получил в ответ неизбежный вопрос. Если это один народ, то тогда это гражданская война? И говорит Путин, да. Да, только не мы напали. Не мы напали. Поэтому взять четыре текста. Текст на сайте Кремля 12 июля. Выступление 24 февраля. Выступление 21 сентября. И выступление 27 октября. И разложить на кусочки. Вот Путин о Советском Союзе. Вот Путин о большевиках. Вот Путин о коллективном Западе. Вот Путин о Зеленском и украинской власти. Вот Путин о нацистах. И сделать такие сравнительные таблички. Какие мысли он высказывал когда. И мы увидим с вами интересную вещь. Что это, по сути дела, одно и то же выступление, когда Путин развивает одни и те же тезисы, пытаясь придать им дополнительную убедительность. И все. То есть, когда говорят, что вот эпохальное выступление будет, ну, очевидно, в планах администрации, в планах, возможно, самого Путина, было сделать некое эпохальное выступление. Но для этого, извините, трибуны дискуссионного клуба «Валдай» это уже совсем не то место, где делаются эпохальные выступления. Они исходят из того, что не место красит человека, а человек место. Пришел Путин на «Валдай», и это как вот Колизей. А история-то уже не такая. В клубе «Валдай» участвует вполне лояльная публика, которая приезжает для того, чтобы отметиться рядом с Путиным. Участие в заседании клуба «Валдай» для определенного круга политологов является неким подтверждением их встроенности в систему, то, что они допущены к общению с первым лицом, пусть не один на один, но хотя бы вот так, за круглым столом. И это людей греет. Они это делают для себя. Соответственно, можно посмотреть все отклики этих политологов о речи Путина. Они сказали то же, что сказал Песков. Что это историческое выступление, которое чуть ли не переменит основы мира. А Путин говорит очень конкретные вещи. А он подтверждает, что Поздамско-Ялтинский мир закончился. Вот закончился все. 1945 год, то есть 1945-й, закончился в 2022-м. О чем говорит Путин? Хочу новую Ялту. Хочу новый международный договор. О чем? О разделе сферы влияния. Что будет с Украиной в этом разделе сферы влияния? По карте Путина. Это будет Россия. Это российская сфера влияния. Он говорит абсолютно простые вещи. В его понимании взаимодействие с окружающим миром – это не дружба. Это не сотрудничество. Это не создание условий для наилучшей жизни людей по разные стороны границ. Это совершенно другая жизнь. Вообще другая жизнь. В его понимании все, кто другие, они все чужие. А все, кто чужие, они враги. Путин – идеальный большевик. Он идеальный большевик. Его тексты мог бы озвучивать сейчас Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Тот самый, которого Путин называет человеком, принявшим множество несправедливых решений в силу ошибок в государственном строительстве. Его тексты мог бы озвучивать Иосиф Виссарионович Сталин. Вот возьмите Сталин и представьте себе, что Сталин своим голосом, со своей манерой, заложив руку за Френча, расхаживая в сапогах из угла в угол в кремлевском кабинете, читает сегодняшнее выступление, извиняюсь, не сегодняшнее, вчерашнее выступление Путина на Валдае. Я могу вам сказать, эффект будет впечатляющим. Просто эффект будет впечатляющим. Вдруг станет понятно, что это тот же голос. Это тот же самый голос. Поэтому в этом смысле точно ничего нового. Но печально, печально, что мы провалились в 20 век. Мы просто рухнули в 20 век. Нам из него никак не выкарабкаться. Мы в этом веке с его огромной кровью, ужасной грязью, страшными жертвами продолжаем карабкаться. Вот что происходит сейчас. У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Лиги звоню. Я бы хотела задать вопрос. Ты понимаешь, Лосбергу? Вот сейчас, в эти минуты, Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации частичной в России. Сказал, что 300 тысяч человек были призваны уже в армию. Возраст мобилизованных в 30 лет составил средний и так далее. Ну, то есть все хорошо. Как будут дальше развиваться события? Закончите ли действительно мобилизацию на этом? И что будет дальше, как вам кажется? И вот по поводу Собчака. Что вы думаете об этом деле, об ее отъезде таком спешном? Как бы вы могли прокомментировать все то, что вокруг Ксении Собчак сейчас происходит? Спасибо. Вадим, я думаю, что уважаемая Анна из Риги, да, я верно услышал. Да, это Анна Лейтланд. Да, съест весь ваш хлеб, как ведущего, и вам останется только ретранслировать вопросы зрителей. Давайте про Ксению Собчак отдельно, а про доклад Шойгу о завершении частичной мобилизации отдельно. Знаете, я отвечу, может быть, упрощенно, но по сути это будет правильно. Есть у мобилизации начало, нет у мобилизации конца. Это парафраза известной советской песни. Извините, есть у революции начало, нет у революции конца. Я абсолютно уверен в том, что частичная мобилизация – это процесс, который неизбежно сопровождает военную операцию. До тех пор, пока будет продолжаться военная операция в Украине, такие частичные мобилизации будут востребованы. Сказано, что призвано 300 тысяч человек. А где эти люди сейчас находятся? Вот нам известно, всей стране известно, что тысячи людей еще находятся в учебных центрах. Они считаются мобилизованными и готовыми к боевым действиям, то есть они будут отправлены, или уже на, как это говорят, Шойгу и Путин, линии боевого соприкосновения в 1100 километров, находится 300 тысяч человек, и этих людей вернут в семьи. Вот у нас сейчас есть история, в которую мы вошли, ну вот здесь, в Псковской области, без всякого умысла. Рядом с Псковом, в деревне Писковичи, есть большая сельская средняя школа. И там есть единственный учитель физкультуры Владислав Шишкин. Единственный. С пятого по одиннадцатый класс все уроки ведет один человек. И он еще тренер, тоже, естественно, единственный, девической командой по волейболу этой школы, которая показывает прекрасные результаты на соревнованиях. У него двое детей, у него бабушка-инвалид на руках. Его мобилизовали. При этом все учителя в таком положении, как Шишкин, все без исключения, имеют право на отсрочку по закону. То есть в обычной ситуации, без мобилизации, они защищены бронью. Все. И посмотрите, Министерство просвещения ничего не может сделать с Министерством обороны. Единственных учителей призывает повсеместно по всей стране. Что будет со школами? Где найти этого единственного учителя физкультуры? Он же еще почти наверняка единственный мужчина-учитель в школе. У нас же женское школьное образование на 99%. И он еще находится в Пскове, в учебном центре. Его еще не отправили на линию боевого соприкосновения, как это говорит Путин. Вот эта информация Шойгу, она дает ему шанс вернуться в семью и в школу? Или он будет все равно отправлен в войска? Мы не знаем об этом. Мы не знаем. На мой взгляд, завершение мобилизации возможно при двух условиях. Первое – это указ Путина о завершении частичной мобилизации. Официальный указ. Этого указа на эту минуту нет. Может быть, он появится вечером, ночью, завтра, в понедельник. Но пока этот указ не появился, нет никаких оснований говорить о том, что частичная мобилизация завершена. В указе Путина о частичной мобилизации был закрытый пункт для служебного пользования с числом мобилизуемых. Он мог меняться за время после 21 сентября. Там могло быть 300, потом могла оказаться другая цифра. Шойгу сообщил о том, что план выполнен на 300 тысяч человек. Но ничто не мешает в этом указе изменить цифру и мобилизация возобновится. Поэтому до тех пор, пока не будет подписан указ Путина о прекращении частичной мобилизации, невозможно говорить о том, что она остановлена. И вещь вторая, очень важная. Мы не получили еще ниоткуда из официальных лиц, от военного командования, Министерства обороны, Генштаба, информации о том, насколько удалось подготовить этих гражданских людей. То, что они когда-то где-то служили, когда-то, может быть, держали автомат, ничем не говорит. Как они подготовили их к былым действиям, как они обеспечивали их снаряжением. И много других вопросов, которые по всей стране задают тысячи людей, когда люди сами себе покупают военную форму, но чуть ли не оружие покупают сами. Вот два дня назад мы были впечатлены, губернатор Псковской области на пресс-конференции вчера. В ТАСС, в агентстве ТАСС в Москве заявил, что договорился с командованием 76-й десантно-штурмовой дивизии, известное во всем мире воинское подразделение, дислоцирующееся в Пскове, о том, что за счет бюджета Псковской области будут куплены два бронированных автомобиля «Тигр». Цена каждого из них – 16 миллионов рублей. Потом прямо сказал, нашли на «Авито», планируем купить и оперативно поставить. Дефицит бюджета Псковской области превысил 1,3 миллиарда рублей. У нас за весь этот год куплено для детей и сирот 64 квартиры за счет федерального бюджета и 41 квартира за счет муниципального бюджета. Стоимость одной квартиры примерно, в зависимости, это однушка, двушка, если у кого-то есть уже семейное положение, это от полутора до двух миллионов рублей. То есть в одной этой машине «Тигр» помещается примерно 10, а может быть и 12 квартир для детей и сирот в каждой этой бронированной машине «Тигр». Поэтому, когда мы видим такие мобилизационные действия, то нужно задавать вопросы о том, как вообще вооруженные силы. Это вопрос совершенно адекватный, вне зависимости от того, кто и как оценивает военную операцию, как они относятся к людям. К людям. Нас волнует жизнь каждого солдата, нас волнует жизнь каждого человека. Мы хотим, чтобы все были живы и по ту сторону границы, и по эту сторону границы. Мы никому не желаем смерти. Мы не хотим, чтобы одни люди убивали других, вне зависимости от того, с какой стороны фронта, в какую сторону фронта они стреляют. Потому что все это заканчивается одним и тем же – смертью. И хочу сказать, что в этом контексте я не вижу завершения мобилизации. Просто я не вижу завершения мобилизации. Потому что процесс, который притягивает мобилизацию, – это военная операция. А она продолжается. Про Собчак. Давайте про Собчак. Это на самом деле событие, которое существенно привлекло к себе внимание. Я скажу даже так. Ксения Анатольевна Собчак победила Владимира Владимировича Путина в медийной конкуренции. Отъезд Собчак из страны стал более резонансным для общества событием, чем выступление Путина на Валдае. Это повод задуматься пиарщикам Путина о том, что вызывает в обществе действительно живую реакцию. Я уверен, что основанием, мотивом, лучше бы сказать, не основанием, мотивом для возбуждения уголовного дела против ближайших сотрудников Собчак, и, как мы сейчас видим, судя по всему, против нее самой, потому что она проходит подозреваемый по этому уголовному делу, была ее медийная активность. Собчак – свободная женщина. Она всегда была такой. Она многим, очень многим, поперек горла, она высказывается так, что миллионы людей нравятся, второе миллионы людей не нравятся. Она может позволить себе то, что мало какой человек в России может себе позволить. Она хозяйка. Вот ее телеграм-канал известный «Кровавая барыня». Честно скажу, когда он появился, я вздрогнул. Ну, барыня, ладно, Собчак похожий на барыня. Ну, уж кровавая эта барыня, Ксения Анатольевна могла бы как-то пощадить наш народ. Но, тем не менее, сочла нужным не щадить. И то, что она оставляла за собой право говорить о чем угодно, в том числе высказывать мнение критичное по отношению к Путину. Она высказывалась очень прямо и откровенно о том, как проходила мобилизация. Буквально это было у нее в канале. И ее проект «Осторожные новости» смотрят миллионы людей. То есть она мощная медийная фигура. Собчак – это СМИ. То есть в первую очередь Собчак – это СМИ. Было известно, что Владимир Путин лично пригласил Ксению Собчак к участию в президентских выборах 2018 года. А Ксения Собчак – любимая крестница Путина. Она дочь его политического отца Анатолия Собчака. И получилось так, что Анатолия Собчака, образно говоря, двое главных детей в жизни. Ребенок родной по крови – это Ксения. Его дочь вместе с Людмилой Нарусовой, нынешним сенатором. И это отдельная тема для разговора. У Собчака есть политический ребенок. Это Владимир Путин. Кстати говоря, Путин в статье об историческом единстве русского и украинского народа 12 июля прошлого года напрямую апеллировал к Собчаку, обосновывая свою позицию по отношению к Украине цитатами из Собчака. Что-то должно было произойти очень серьезное, чрезвычайно серьезное, для того, чтобы перестала действовать охранная грамота по отношению к Ксении Собчак. Ей ведь могли позвонить. Ее могли и предупредить, и сказать, «Ксения Анатольевна, вы слишком много говорите. Владимир Владимирович просил вам передать». Или там, я не исключаю, учитывая их особые отношения, при желании мог бы и встретиться. Это такие отношения, что напишет, позвонит, напишет-то вряд ли, он же только, наверное, смс-ками, может, интернетом, по слухам не пользуется. Но бог с этим, так и иначе мог бы и встретиться. Но не с чего он нужно. Поэтому я вижу две причины. Мотив – это мощнейший медийный ресурс, Собчак сопоставимый с крупным общенациональным СМИ. И этот ресурс был не подконтролен властям. Это совершенно было очевидно. И второе. Судя по всему, у Собчак появились очень серьезные враги в ближайшем окружении Путина. Она им где-то перешла дорогу. Я не могу комментировать официальные мотивы возбуждения уголовного дела, кто, у кого, в чьих интересах вымогал 11 миллионов. Завтра выяснится, что это было 11 рублей, а не 11 миллионов. Или 11 миллиардов, а не 11 миллионов. Российское обвинение и следствие – это такое интересное творческое агентство, что иногда диву даешься. Вот только что, пожалуйста, история с ректором Академии Государственной службы Владимиром Мау. Это же был ужас-ужас. Человека задержали, его обвинили в тягчайших преступлениях. И что теперь он полностью оправдан. Что случилось? А что-то в лесу сдохло. А кто-то дошел до Путина и вытащил маму буквально уже из пасти именно там. Поэтому, на мой взгляд, полной ясности с криминальной частью этого события у нас нет. Но я уверен, если бы Ксения Собчак не участвовала в политике, не была ведущим медиаменеджером и влиятельным медийным лицом, то либо сейчас ничего не произошло бы вообще. Боже, какая мелочь. Один Х у другого Игрека вымогал что-то за то, что об этом Игреке в медиаресурсе Х ничего не напишут. Во-первых, извините, такие вещи подлежат доказыванию, при том безупречному доказыванию. А о чем не надо было писать? О том, что господин Игрек украл 11 триллионов? И он за это был готов заплатить 11 миллионов, чтобы не писали о его краже 11 триллионов? А можно тогда спросить, а кто будет заниматься кражей 11 триллионов? Ксения Атольевна в ее ресурсе не написала об этом. А Следственный комитет, господин Бастрыкин и другие специальные органы будут заниматься этими кражами? Вопрос-то не в том, кто о чем написал или не написал, а просто о том, о чем хотели написать. Что было предметом беспокойства. И чтобы платить за неупоминание, нужно же понимать, за что платит этот человек. За неупоминание не просто кого, а за неупоминание чего платит человек. Это шла, вполне возможно, война компроматов, торговля компроматом. Вообще для российского медиарынка это вещь обычная. Но скажу вам, чтобы, как говорит Путин, нашим коллегам на Западе мало не показалось. Это вообще обычные вещи для медиапространства во всем мире. Такие вещи есть во всем мире. К сожалению, пресса высоко вовлечена в политическую борьбу, в том числе такими нетобросовестными методами. Везде, где есть большие сделки и большие деньги, появляется искушение о чем-то писать, а о чем-то не писать. Поэтому я абсолютно убежден в том, что это удар лично по Ксении Собчак. Очевидно, ей успели сообщить об угрозе, которая лично над ней нависла. Обстоятельства отъезда ее из России выглядит как приключенческая история. Один авиабилет, потом другой авиабилет. И пока ищейки с ордером на ее задержание бросают из одного аэропорта в другой, она в футболке и в бейсболке пересекает границу на автомобиле и через Беларусь уходит в Литву. И выясняется, что уходит по второму паспорту, о котором российский МВД ничего не знал. Так что Ксения Атольевна, с точки зрения конспирации и техники перемещения по опасной территории, она их обыграла снова. Да, не извещение о втором гражданстве наказуемо в России, но очевидно, ставки были таковы, что Ксения Атольевна приняла такое решение. И на мой взгляд, в ближайшее время, скорее всего, мы получим много дополнительной информации по этой ситуации. Возможно, будут что-то говорить арестованные, задержанные ее ближайшие сотрудники. Возможно, что-то из безопасной территории скажет сама Ксения Собчак. И, кроме того, членом Совета Федерации остается ее мама, Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака. И у Людмилы Нарусовой сейчас один путь к Владимиру Владимировичу Путину. Потому что она в Москве. И я уверен, что она пойдет по этому пути. Пустит ли ее, да пустит ли их общение, это большой вопрос. Но я абсолютно уверен, что сейчас ей будет идти речь лично о самой Собчак. И я не исключаю, что ей предложат сделку. О том, что следствие ограничивается вторыми, третьими лицами. Ее отсекают. Но ей предложат замолчать. Перестать высказываться на политические темы. Если такая сделка случится, мы это просто увидим. Если такая сделка будет предложена, но не случится, и Ксения Анатольевна отклонит эту сделку, то мы это тоже увидим. Я в любом случае, в любом случае уверен, что события вокруг Собчак это политические события. А криминальный фон этих событий это использование, извините, подножного корма. Вот такой в нашей стране сейчас подножный политический корм. У нас звонок. Зритель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Да, Вадим, добрый вечер. Это Виталий Екатеринбург. Верхний Тагил сегодня. Лев Маркович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а в связи с введением пока что частичного вот этого военного положения и наверняка в будущем полного военного положения в России, какие методы воздействия, какие методы разговора с аудиторией может быть использованы партиями и вами лично. Вот просто просветите, потому что мы реально не знаем, что можно будет делать вам вообще. Можно будет говорить, например, на Ютьюбе? Спасибо. Виталий, большое спасибо за звонок и вопрос. Поклон Верхнему Тагилу я там никогда не был, но и поклон Екатеринбургу, где я был. Вот вы сейчас слушаете наш разговор с Вадимом в прямом эфире, и мы обсуждаем то, что считаем нужным обсуждать. Вадим спрашивает, я отвечаю. В стране введены четыре уровня готовности. В четырех регионах, где прошли так называемые референдумы, введено военное положение, притом не используются в полной мере все возможности военного положения. Впервые в истории постсоветской России, то есть впервые в истории Российской Федерации вводятся военные положения. Этот закон никогда не применялся. Мы с вами свидетели первого и участники первого применения этого закона. И затем еще три территории, три группы территорий. Это средняя готовность, это повышенная готовность, и по всей стране, что исключительно важно, введен базовый уровень готовности во всех регионах без исключения. И это ключевое решение. То есть, строго говоря, главным указом Путина о военном положении был не первый, где перечислены четыре региона. Я ждал этого указа именно в такой конфигурации, потому что было понятно, что ничего другого Путину на этих территориях невозможно сделать. Сегодня никто не может объяснить, каковы границы этих территорий. В состав России приняли, а где заканчиваются границы? Песков сказал, что будем советоваться с народом. Простите, простите, это как? Вы нечто приняли в состав Российской Федерации, и сейчас будете советоваться с кем? С гражданами России, с гражданами Украины, с людьми, с двойным гражданством. По какой речке, по какому лесу пройдет граница? А такого мировая история еще не знала. Соответственно, когда были введены вторым указом градации, по сути дела, градации военного положения по всей стране, это ключевой указ Путина. Потому что особенностью военного положения, особенностью любого уровня готовности, в том числе базовой готовности, заключается то, что по всей стране создаются оперативные штабы. Мы сейчас с вами являемся свидетелями уникального события. Вот я помню 90-е годы, я думаю, что многие из наших зрителей и слушателей помнят 90-е годы, когда часть силовых структур, в частности, милиция общественной безопасности, тогда еще милиция, не полиция, подчинялись региональным властям. Региональные бюджеты финансировали милицию общественной безопасности, начальники назначались региональными руководителями, руководителями, губернаторами, главами администрации регионов. И это была часть силовой структуры, которую контролировали губернаторы непосредственно. Путин радикально изменил эту систему, сделал все силовые структуры федеральными и напрямую подчинил их себе. И сейчас в этих оперативных штабах, это впервые за более чем 20 лет, сидят руководители территориальных органов силовых структур, полиция, Росгвардия, ФСБ, а председателем оперативного штаба является губернатор. То есть они входят в состав штаба во главе с лицом, который был, по сути, их поднадзорным лицом. Поднадзорным. И эти штабы могут принимать решения обязательные для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан. Это и есть система военного управления страной. Самое серьезное, что мы сейчас увидели в государственном управлении, это, по сути дела, создание параллельной, понимаете, параллельной системы управления государством, которая может быть в полной мере включена, если военное положение будет обреждано на всей территории России. Ведь тогда будет основлена деятельность политических партий, парламенты всех уровней принимают решения по бюджетам, связанным только с финансированием военной операции, военного положения, неотложными нуждами. Очевидно, будет приниматься тогда решение об ограничении деятельности СМИ. Можно посмотреть закон о военном положении, кроме того, вышло очень много комментариев качественных юристов, у того же Павлова Чикова были детальные комментарии, что из себя представляет военное положение юридически, сейчас пересказать в эфире нет необходимости, это может на всю страну распространиться. Но тогда управляет страной, по сути, система оперативных штабов во главе с координационным штабом, во главе которого стоит Мишустин, над которым стоит президент. Это параллельная система власти. То есть можно демонтировать всю нынешнюю, демонтировать, заморозить. А работать будет вот эта экстренная, совершенно чрезвычайная система власти. Как это будет происходить, мы не знаем. Что будет возможно при такой ситуации, мы не знаем. Приостановить действие Конституции в части прав и свобод человека невозможно. Все равно право на свободу слова остается. Вопрос, как будет реализовываться это право, какими условиями оно будет ограничено, каким последствиям оно может привести, мы не знаем. Понимаете, мы сейчас живем в эпоху, у которой нет аналогов. Начиная с 24 февраля мы живем в стране, которой не было. Ее не было. Мы в нашей жизни и наши предшественники в другой жизни, в другие эпохи, и в нашей стране, в других странах такую ситуацию правовую, политическую, военную, культурную, общественную не проживали. Мы все сейчас идем по тонкому льду впервые, перед нами нет следов. Нет тех людей, во след, к которым мы идем, или по следам, которых мы идем. Ответ на ваш важнейший вопрос, Виталий, очень простой. Не знаю. Не знаю. Будет так, как будет. Мы будем собой проверять, вот собой проверять, что будет можно, а что будет нельзя. Я очень хорошо помню 19 августа 1991 года указы Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП об ограничении того, третьего, десятого. И хочу сказать, что граждане просто не подчинились этим указам. На улицы выходили, радиоприемники слушали, голоса слушали, выступления Ельцина на волнах слушали, листовки распространяли. И никаких ограничений с точки зрения прямых правовых ограничений не было. Была объявлена чрезвычайная позиция, которая не получила общественной поддержки и сдулась через 72 часа. Как будет сейчас, никто не знает. Насколько это действие, точнее, что должно произойти в нашей стране, с нашей страной, в Украине, для того, чтобы было принято решение о полном военном положении в России, это вопрос открытый. Ведь просто так вести военное положение на всей территории страны невозможно, должно быть обоснованием. Вот 21 февраля обратились две так называемые республики к Путину. Государь, защити нас. Вот началась защита этих двух республик. Путин же вчера на Валдае сказал, что да, нас попросили о защите две республики, мы туда вошли и увидели, что оказывается вся Украина просит нас о защите. Вот вся Украина попросила Путина о защите, и Путин принял указ о специальной военной операции. Вот так он услышал просьбу о защите. Поэтому для того, чтобы военное положение было распространено на всю территорию страны, должны произойти еще какие-то события. Честно скажу, я не хочу, чтобы они происходили. Потому что это плохие события. Какое бы ни было у них конкретное содержание, это плохие события. И я не хочу, чтобы они случились. Ну что ж, спасибо вам, Лев Шлозберг, был с нами на прямой связи. Благодарим вас, Лев, и до следующего раза. Всего доброго и до свидания. Вадим, большое спасибо всем, кто был с нами на связи. Также спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok